Здравствуйте! В эфире Астана Онлайн, программа, в которой поднимаются актуальные темы культуры, науки, искусства и образования. В Астане состоялся концерт камерной инструментальной музыки, где для любителей классического искусства выступил один из популярных ансамблей страны – Государственный струнный квартет имени Казизы Жубановой. И сегодня у нас в гостях художественный руководитель квартета, лауреат Государственной молодежной премии Дарун, заслуженный деятель Республики Казахстан Ернар Монтаев. Ернар, добро пожаловать в нашу студию. Здравствуйте! Спасибо! Для начала я предлагаю посмотреть сюжет о вашем концерте, который подготовили мои коллеги. Вечер камерной инструментальной музыки открыла миниатюра для струнного квартета композитора Абзала Абдильды, который специально ее написал для Государственного струнного квартета имени Казизы Жубановой. Это произведение, оно называется «Миниатюра для струнного квартета». Оно, ну, такое, в малом форме произведение, такое маленькое. Оно сделано специально для такого квартета струнного. Вот. Музыканты выбрали из многих первым это произведение. Но я его слушал, они исполняли достаточно хорошо, очень так, выразительно, профессионально. За 35 лет своей истории квартет прославился за рубежом, представлял Казахстан на ведущих мировых площадках, записал свой первый альбом. К слову, коллектив, которым выступает уже четвертое поколение музыкантов, продолжает оттачивать свое мастерство. Стоит добавить, что к новым записям коллектив приступит после очередного обновления состава. Всегда, когда приходит новый человек в коллектив, очень трудно опять заново все, не учить даже заново, а получается привыкать заново. Потому что квартет это как один единый организм. Один человек уходит и приходит следующий, и очень тяжело заново все это восстановить. Вот поэтому чуть-чуть дольше, месяц где-то, полтора-два, мы вот так занимались усердно. Сегодня коллектив считается одним из лучших камерных ансамблей Казахстана. Его отличает высокое исполнительское мастерство, виртуозная техника игры, красота звука и тонкое чувство стиля. Ернар, расскажите, пожалуйста, как вы обычно подбираете программу для концертов? Это очень ответственный момент, когда есть многие произведения, многие авторы, которых ты давно мечтаешь исполнить, и очень долгое время идешь к этому. Я думаю, особенность этого концерта, этого вечера была в том, что эти произведения, произведения, скажем, Бетховена, 16-й квартет, оп. 135, это один из шедевров музыкальной литературы и один из сложнейших произведений. И к этому мы очень долго шли, и сегодняшний прошедший вечер, в этом вечере прозвучало это произведение, то есть... Впервые? Впервые, да, в нашем исполнении. То есть к этому мы очень долго шли. И то же самое можно сказать о квартете Браунса, номер 3, оп. 67-й. То есть для нас, как исполнителей, для каждого исполнителя, я думаю, бывает в жизни такая мечта исполнить какие-то произведения. Как в свое время для меня было мечтой исполнить весь цикл квартетов Бетховена, весь цикл квартетов Шостаковича. Но сейчас я могу сказать, что все эти произведения, все циклы у нас уже на руках имеются. Только вопрос времени, когда это будет исполняться. К творчеству каких композиторов чаще вы обращаетесь, чтобы пополнить, обновить репертуар? Чьи произведения вам близки по духу? Ну, по духу, я думаю, конечно, произведения наших композиторов, нашей музыки, казахстанских композиторов. Если брать советскую школу, это Шостакович. Мы очень любим тоже исполнять Шостаковича. И это мировая классика Гайдена и Моцарта, Бетховена. То есть мы стараемся всегда включать в репертуар классических композиторов, так как это является показателем уровня любого коллектива, квартета или, неважно, оркестра. То есть всегда сложно играть классических композиторов. Насколько я знаю, ваш квартет создавался еще в 1988 году. И это был прежде всего тогда квартет друзей. Вот какой путь прошли музыканты до того периода, когда вы получили уже статус государственного? В стенах школы имени Ахмеда Жубанова, это музыкальная школа для одаренных детей, школа-интернат, где мы учились, нас собрала такой педагог Дина Мухаммедовна Чуренова. Мы были все друзья, и она нас собрала, говорит, ребята, есть такой жанр, квартет, вы не хотите помузицировать? Ну, это было сначала такой детский интерес у нас, мы говорим, давайте попробуем. И когда мы первый раз, я помню, она нам дала расписанные для четырех инструментов инвенции Баха, когда мы взяли аккорд для нас, такое удивление, как красиво. То есть сначала был такой детский интерес, а потом постепенно она нам начала давать более такие серьезные произведения, там ранние квартеты Моцарта, потом, я помню, до сих пор первый квартет из 18-го после Бетховена, первая часть. То есть это постепенно начало нас затягивать. Потом мы, когда впервые услышали записи квартетные уже в исполнении таких уже именитых музыкантов, квартетов, как квартет Бородина, мы были просто в таком культурном шоке. Неужели так можно играть? Неужели мы тоже можем так играть? И то есть сначала такой интерес постепенно начала перерастать любовь к этому жанру. И после школы мы продолжали так же, как одноклассники, уже как однокурсники, продолжали играть уже в стенах консерватории. И дальше мы в стенах консерватории занимались у профессора Анвара Аскаровича Акбарова. И после, будучи студентами, уже в 1995 году мы получили официально статус государственного струнного квартета при филармонии Казахской, государственной филармонии Менежамбова. Я знаю, что состав вашего квартета поменялся. Кто ушел и кто пришел в вашу команду? Вы знаете, квартетный жанр, он очень сложный. Не только по, скажем, музыкальном плане. Это нужно обладать такими особенными данными, как чувство ансамбля. Нужно быть хорошего уровня исполнителя, как в техническом плане тоже. Ну и тут очень важен человеческий фактор. Совместимость. Квартет это по большому счету такая маленькая семья. Ну, как вы понимаете, в семье всякое бывает и в жизни. Жизнь это такая большая школа. Не каждый выдержит такую жизнь, квартетную жизнь. И, к сожалению, да, у нас были ребята, некоторые мои бывшие коллеги уходили. Вместо них приходили другие. Кто оставался постоянным? Это вы? К сожалению, да, все мои, с кем я начинал, коллеги уже ушли. С самого основания, остался единственный я. Сейчас у меня уже другие мои коллеги, с которыми уже Айдар Токтали в первой скрипке, он уже 11 лет играет в квартете. Алексей Лебедев уже в седьмой год пошел. И вот новый у нас коллега, это Бигзат Сайлобайло, альтист наш, вот буквально второй месяц. То есть я к чему говорю, что это такой сложный жанр, посвятить себя этому, не каждому это дается многим. Тем более коллектив ваш существует уже давно. Да, уже если брать, как мы взяли официальный статус, получили официальный статус, государственного квартета с 95-го года, что в этом году исполнилось уже 20 лет. В этом году ваш юбилей будете его отмечать? Да, мы планируем. Биберса в этом году у нас большой тур. Мы хотим проехаться. Все-таки мы много выступаем за рубежом, а в последние годы мало времени уделяли своей стране. Сейчас мы планируем большой тур по всем городам Казахстана. То есть это как юбилейный тур квартета по Казахстану. Но следующий год будет продолжение, это уже будем выходить на мир. Ваши музыканты прошли обучение в высшей школе музыки Королевы Софии в Испании. И кроме того, по программе «Балашак» музыканты оттачивали свое мастерство в Швейцарии. И скажите, пожалуйста, что дало вам обучение за рубежом? Лично вам и участникам коллектива? Ну, я думаю, в любой профессии совершенства нет предела, тем более в творчестве. И для нас, как исполнителей, попасть в руки ведущих профессоров мира, это, конечно, уникальный выигрыш, удача, счастье. Как в свое время мы учились у выдающегося музыканта, профессора Валентина Александровича Берлинского. Это основатель квартета Бородина. Позже мы попали в руки тоже выдающегося профессора австрийского квартета, профессора Зальбусской академии, ныне Базальской академии музыки в Швейцарии, профессора Райнера Шмидта. Для любого ансамбля очень важно иметь такого наставника, как мы называем его среди музыкантов, как «пятое ухо», если это тем более знающий высокого мирового уровня музыкант. В этом плане нам очень сильно повезло. Вот мы попали в Испанию, мы два года проучились у Райнера Шмидта, до этого мы много лет занимались у Валентина Берлинского. Далее мы продолжили уже по программе «Балашах». Тоже я хотел бы отметить, это вообще такая уникальная программа, и мы были первыми, кто поехал по этой программе учиться, именно групповое, такой ансамбль, коллективное. У нас было обучение, магистратура, два года мы учились в Базальской академии музыки в Швейцарии и получили степень магистра камерной музыки. То есть мы, я считаю, и в этом мои коллеги тоже согласны, в совершенствовании от предела, когда есть возможность, если есть у кого учиться, есть развиваться, есть куда развиваться, надо всегда стремиться к этому. Тем более у нас, как говорится, большие цели и задачи впереди. Вы в течение 15 лет тесно работали, сотрудничали с известным квартетом «Бородина». И вот что дало вам такое тесное сотрудничество? Ну, если говорить о нашей истории, первый диск, который мы записали в 2000 году, это непосредственно поддержка квартета «Бородина», непосредственно поддержка Валентина Александровича Берлинского. И до этого наше участие конкурса «Шестаковича». То есть любой конкурс, если ты туда едешь, международный конкурс, нужна какая-то поддержка. Мало того, что ты очень здорово, хорошо играешь, нужна какая-то поддержка. В этом плане наше общение с квартетом «Бородина» дало нам поддержку. И, конечно, как для музыкантов, это дало нам большой толчок для развития. Потому что, когда ты общаешься с такого мирового уровня, с такими музыкантами, когда ты их слушаешь, когда ты слушаешь их репетиции, ты растешь, ты стремишься к более высокому уровню, совершенствуешь свой уровень. А чему вы у них научились? Многому, в двух словах, это все не скажешь. Ну, просто даже элементарно, если брать традиции русской исполнительской школы. Например, когда мы исполняем «Шестаковича за рубежом» или же в России, в Москве, все принимают на ура. Потому что мы обучались, мы знаем, как ее играть, мы чувствуем эту музыку. Мы с детства, как бы у нас советская школа, русская школа исполнительства. И мы знаем, мы чувствуем эту музыку. Например, европейские квартеты, для них это не все квартеты, не все музыканты могут исполнять это. Потому что, ну, все-таки, я думаю, чувствовать и исполнять, уметь донести по-настоящему до публики, это нужно прожить немножко в этой среде, нужно какое-то время быть в этой среде. Общение с такими музыкантами и учебу у такого профессора, вот еще музыканта Валентина Берлинского, нам много дало. Вы очень много гастролируете, причем не по нашей стране, а в основном за рубежом. Западная публика, она более взыскательная, более искушенная. И как она вас встречает? Как принимает вас? Я думаю, если бы не было востребованности, мы бы, наверное, не ездили. Например, если взять нашу последнюю поездку, когда у нас был большой тур по Соединенным Штатам Америки, мы объездили пять штатов в течение 12 дней, и все концерты были полные, залы. И я вам хочу сказать, это было для нас такое удивление, как американская публика воспринимала. То есть после каждого произведения люди встают и стоя хлопают, аплодируют, приветствуют нас. Это было, знаете, приятно. Что касается европейской публики, когда ты выходишь на эстраду, кланишься, и в этот момент в первых рядах ты видишь, как некоторые слушатели сидят с партитурой и с карандашом, и сидят, ждут начала вашей игры. Потому что люди знают, о чем речь идет, они подготовлено пришли, им очень интересно наша интерпретация, наше видение того или иного произведения. То есть в этом плане тоже приятно, что люди интеллектуалы, они знают эту музыку, они знают, о чем речь идет. И основная публика, конечно, это люди приходят, ценители, любители, которые пришли получить эмоции. А как обстоит дело у нас, в Казахстане? Много ли у нас любителей, ценителей именно камерной, инструментальной музыки? На камерную музыку, в частности, на квартетную музыку ходят, это не массовый вид искусства, на такие концерты, на такие вечера ходят ценители. А много ли их у нас? Я думаю, много, но проблема в том, что многие люди, они не знают, а я думаю, проблема в таком, в рекламе, что многие люди, уже когда концерт прошел, они узнают, ах, жаль, как жаль, мы не знали, мы бы пришли. То есть много людей хотели бы прийти, присутствовать на концертах. И я то, что вижу в последнее время, многие молодые люди стремятся, они приходят на концерты, и в их глазах ты видишь, какой у них большой интерес к этому жанру. Да, эта музыка интеллектуальна, да, эта музыка заставляет думать, эта музыка делает людей добрее. Хотелось бы, наверное, двигать такой вид искусства больше в массы. А как к этому виду искусства приобщается молодежь? Ну, я не знаю, в наше время в мире интернета, как говорится, много молодых людей, они стремятся к большему, они развиваются, они тянутся к искусству. И такой жанр, как квартетная музыка, я думаю, им тоже это интересно. Тем более, когда они попадают на концерт, они уже заражаются такой музыкой, и в следующий раз они снова и снова хотят идти на такие вечера. Как вы считаете, в чем преимущество именно квартета? Не квинтет, не трио, а именно квартет? Я хочу сказать, квартет – это самый элитарный жанр и самый сложный. Квартет, где это и может быть оркестр, где это может быть и дуэт, это может быть и трею. Это более уникальный? Это уникальный жанр, да. Самый сложный жанр. Я знаю, что ваша мама работала в музыкальной школе, и именно она привела вас в музыкальную школу и отдала именно в класс по виолончели. А вы сразу проявили интерес к музыкальному обучению? Естественно, нет, потому что я до этого рос в ауле, в дедушке-бабушке. Я был дедушкин, как говорится, сынок. Это когда меня привезли в Алма-Ату, отдали в музыкальную школу-интернат, и когда мне в руки дали виолончели, естественно, я не понимал, что это такое. А вы не видели этот инструмент ранее? В ауле нет, не видел. Так состоялась ваша первая встреча с виолончели? Да, да, да. Спокойно вздорали к парню Садовокасова. Она прямо порекомендовала и настояла, посмотрев мои данные. Сказала, в школе у нас, в школе работает выдающийся педагог, отечественник просвещения Казы СССР, Сапелла Молдоголевич Жакеев. Это уникальный педагог. Отдай мальчика ему в руки. Вот увидишь, виолончели – это такой универсальный инструмент, такой уникальный звук, бархатный звук, красивый инструмент. У него данные для виолончелиста. Вот увидишь, если он будет хорошим музыкантом-виолончелистом, он будет по всему миру ездить. Если не получится, ну, будет в любом оркестре сидеть. Как-то вот так она объяснила маме, и после этого мама меня отдала на виолончели. Но, естественно, я не понимал, что мне в руки дали. Тут уже, конечно, большую роль сыграл мой педагог, который смог меня заинтересовать, чему я благодарен Всевышнему и моему педагогу-родителю. И ваша судьба была предопределена? Да. Ирнар, как вы считаете, в чем секрет успеха вашего коллектива? Как в любом деле, большой труд. Где-то, да, удача. Но в основном 90% труд. Многочасовые, ежедневные репетиции. А сколько процентов таланта? Ну, талант можно 5-10. Ирнар, спасибо вам за интервью, за то, что пришли к нам в студию и рассказали о ваших творческих планах, о коллективе. Желаем вам успехов. Спасибо. Ну, а телезрителям напомню, что сегодня у нас в гостях был художественный руководитель Государственного струнного квартета имени газеты Жубановой, лауреат Государственной молодежной премии Даррен, заслуженный деятель Республики Казахстан Ирнар Ментаев. Нашу программу также можно посмотреть на сайте bmtv.kz Спасибо за внимание. Смотрите нас по будням в это же время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова